Хочешь быть лучшим в общении Мухаммада, играй с женой, шути с ней и целуйся с ней. Также передается Атайша, да будет довольный Аллах, что однажды она вместе с пророком, салаллаху алейхи ассалям, была в пути. И тогда она была еще девочкой, совсем маленькой. И пророк, салаллаху ассалям, сказал своим сподвижникам, идите вперед, идите вперед. А затем он сказал ей, пойдем посоревнуемся. И начал бежать с ней на перегонки. Этот хадис перед Аллахом. Братья, это в Медине было. Пророк салаллелся уже за 50 лет. Одному из вас 30 лет же нас скажет, давай, кто-нибудь жене говорил, давай бегать. Правитель, мусульман, пророк. И говорит жене, давай бежать на перегонки. В этом хадисе, во-первых, указание на побуждение хорошо относиться к жене. Второе побуждение играть с женой. Жена, братья, она тоже нуждается в играх. Вот вы же нуждаете. Идете же, пимбол играете же. Идете же на лошади, на лошадях скачете. Идете же, не знаю, в компьютерные игры друг с другом же играете. А вот все присутствующие подобные занимаются. Может быть, те, кто... И вам же нравится, когда братья что-то собирается, что-то... Братья, но она тоже человек, субханаллах. Она тоже нуждается, чтобы ты с ней поиграл. И много ей не надо, женщине. Много не надо времени. Немножко удели баракалуфик. В хадисе указание баракалуфиком на то, что на хорошее отношение к жене. То, что следует с ней играть, следует с ней шутить, бегать с ней и так далее. Пятое. Указание на дозвольность давать жене возможность заниматься дозвольными вещами. Она тоже человек. Тем более дома сидит. Шестое. Дозвольность развлекаться с женой по пути к военным действиям. Хорошая файда, вы ли вам упомянули? Паруксал самовоенный поход. Серьезно. Правильно нет? Вот мужчина сидит, у меня серьезная встреча. Паруксал сам джигад выходил и с женой играл. У тебя какая может быть серьезная встреча? Когда жена тебя просит, давай что-нибудь поиграем, тогда ты подумал. Ара-классик. Восьмое. Указание на то, что шариат указывает супругам, как правильно строить семейное отношение. И лечит любые семейные проблемы. Поэтому еще раз отмечаю, не нужно искать информацию об этом в разных сомнительных источниках. А достаточно просто заняться подробным изучением Курана и Сумы. Братья, мы всего лишь 9 пунктов. У нас впереди еще 31 пункт. Всего лишь 9 перечисленных. Вы согласитесь? Начните практиковать это. Валайи, вы будете субханаласамым счастливым. Вот всего лишь 9 пунктов. Девятое. Указание на то, что тот, кто хочет относиться хорошо к жене, должен изучать Суну. Десятое. Та женщина, мусульманка, которая желает хорошего отношения со стороны мужа, должна побуждать его к изучению Суны и помогать ему в этом. Аллаху Али.